Я вас приветствую друзья, с вами Белиар и мы на полях сражений в рамках турнира Winter Classic 2017-18 И у нас встречаются два в принципе сильных комрада, генерала, это Бавзер и Лайкиз Ну для Бавзер это вот первая игра в 1-8 до 7 побед, а для Лайкиз уже вторая игра, он играл в 1-16 И прошел игрока под ником Бобзи, но прошел на самом деле с трудом, с трудом выиграв 3-2 Ну что друзья, приступим в принципе, интересно, мы должны очень ожидать игры В рамках 1-8 финала Вот, и получается снизу у нас начинает играть Бавзер, никого Шамгуд, но это Бавзер Вот, и Лайкиз у нас тоже играет Лазером То есть у нас Лазером Мирор, дорогие друзья Придется нам с вами смотреть две подряд Юсовские Мирорные игры Вот, и Лайкиз сверху сполагается под фиолетным цветом и Бавзер у нас снизу под красным Что ж, понятно, оба пошли в 1-1 суплай Будут сейчас у нас битвы дропов, да И может быть кто-то будет защищаться Может быть оба будут дропать Ну, как мы видим, во-первых, дрон сбивает Лайкиз Сам же Лайкиз тоже сбоку повесил дрон и понял, что Бавзер также повесит сбоку дрон Но Бавзер даже не стал его палить Ну что, пошел у нас первый дроп со стороны Бавзера Точен, не точен Сразу ловит Пытается Лайкиз поймать этот дроп Ставит, кстати, военный завод быстро Бавзер без военного завода У Бавзера две казармы И, посмотрите, какой дозер проходит Тут Лайкиза Нагленький такой вперед А где дроп-то Лайкиза? Он же, не знаю, он отлетел, испугался, да? Да, испугался И вот, что сделал у нас Бавзер Он дропнул дозер с ракейчиками И построил очень опасную казарму Ровно такую же опасную казарму строят и Лайкиз Такая немножко зеркальная игра Вот, и все, пошла атака Тут, мне кажется, уже завод не будет спасать Может быть, Лайкиза реально зря поставил второй завод Стоило бы поставить казарму Вот, где казарм сыграл сейчас третий Бавзер И у него будет очень, намного больше пехот И сможет отбиваться Казарму А вот у Лайкиза будут проблемки Будут проблемки Пока экономика того и того игрока не тронута Вот, то есть, чисто Идет война по зданиям Которые не приносят экономику Ну вот, приходят четыре хороших ракетчика от Бавзера И сейчас, да, уводят заранее Лайкиз и Чунуки Очень опасно Посмотрите, Бавзер уже, кстати, пошел захват Неплохо И минус второй дозер Все У нас игрок красным цветом остается без дозера Друзья, что у нас у Лайкиза? У Лайкиза один дозер есть И за ним, посмотрите, гонится сейчас Бавзер А ей минус был один ракетчик Ой-ё-ё, ай Таким минус Чунук Да, второй Чунук сейчас тоже может потерять Если не законтролить Пехота-Пехота И вот Чунук нежелательно было терять Ему же уводить дозер Вот, если сейчас из этой ситуации Лайкиз выберется То у него будет надежда на технологии Вот, дойдут третьего ранга Будет у него и надежда на командник У Бавзера уже этих надежд нету Но, по всей видимости, Бавзера сейчас будет готовить дроп Посмотрите, как много пехот он собирает Да, здесь, в принципе, отгоняет Лайкиз Опасность, всё, нормально Хаммер вышел Правда, один Чунук у него собирает А у Бавзера экономика полным ходом Два Чунука Вышка плюс скидочка на юниты Да, во всяком случае тут на пехоту И Лайкиз выучил флешки Вы посмотрите, как он топчет здесь пехотку Неплохо Да, слушайте, у Бавзера сейчас проблемки есть Проблемки есть Так, Лайкиз, к сожалению, второй не выпускает пока ещё Чунук А, сейчас какой хороший сядет ракетик, дорогие друзья Ай-яй-яй-яй Нужно будет быстро рейнджера сюда выпуривать Да Теряет также ракетиков Не очень хорошо Бавзера Но, по крайней мере, в экономике ничто не угрожает А у Лайкиза сейчас единственный Посмотрите, Чунук И уже по нему пошла Бойня Так, ну всё, отбивается Бавзер полностью Злые Хамера тут катается один И всё-таки хоть какой-то ущерб до экономики пытается Пытается Лайкиз в ответку нанести Но неужели Лайкиз не замечает, что у него на базе такая дичь И что он сейчас просто может потерять Чунук Отводит, причём так отводит Вообще Перекакался Ну, можно отсюда добывать Кстати, с левого фланга Нет, он пошёл в атаку Он решил, что Не нужно ему, да Выселять этот пацана Хотя у него есть флешки Очень странно Ну что, два хамера Там были и рейнджеры Вроде бы и Покетчики, да Всё там было И флешки есть у Бавзера тоже Да Ну, почему-то Бавзер, кстати, не дропает У него так много пехоты Вот То есть у него две казармы Точнее, у него хорошая экономика У него должно быть много пехоты И Мне кажется, для него было бы круче дропать Лайкис ещё на одном Чунуке до сих пор играет Как-то не очень с экономиком позаботился В отличие от Бавзера Очень странно Ай, пошли в расход Ай, 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 сейчас будут хамера минусоваться Да, минус два хамера Остаются одни рейнджеры И эти рейнджеры сейчас погибают Что ж, издаётся лайкис Ну, интересно, как у меня получилась игра Если честно Немножко так казалось Сейчас уже лайкиста, но должен Дотаскивать Должен Ну, блин По экономике, скажем Он проиграл Вот Вроде бы дозер остался В технологии можно было уходить Но Ну, просто Не на что Ну, что, дорогие друзья Смотрим ответочку Сейчас должен лайкист Взять себе в руки И сравнять счёт Потому что Проигрывать две катера подряд Сейчас Очень плохо Ну, что ж Теперь сверху У нас играет Бавзер Под зелёным цветом А лайкист Становится у нас Красным Он и был красным Нет, он был фиолетовым А, не, извиня Снизу играет Бавзер И также Всё сверху играет лайкист Две одинаковые игры Две друзья Интересно Сейчас исполнение Будет такое же Или Как-то по-другому Но вот Лайкист уже пошёл Посмотрите В два Суплая А Бавзер В принципе Играет так же И возможно Сейчас опять Вторую казарму В лебеда Только у Лайкист Меняется сейчас игра Бавзер играет Немножко По-другому Ой, извиня Наоборот Бавзер играет так же А Лайкист играет Немножко по-другому В два суплая То есть В этот раз Лайкист Всё-таки решил На экономику Посести две казармы По-крайней мере Всё так же А вот Нет Бавзер Теперь играет В одну казарму В завод Оба игрока Поменяли тотально Свой стиль По сравнению С прошлой игрой Но посмотрим Прокатит Для Лайкист Или не прокатит Причём Лайкист Даже не дропает Ничего Ответку Он просто сейчас Будет играть От защиты Да Пошла просто Пехота И это игра От защиты Но посмотрим Насколько ему удаст С лева фланга Уже от Бавзера Пошёл дроп Хороший дроп Сейчас будут расход Пускать чинуки Чинуки сразу отводятся И это был Дозер Ох как не угадал Посмотрите Лайкист На единицу Плай точно будет выключен Рейнджер Не справится И справа Фланга дроп Уже пехота Всё это же чинук Хорошо Очень занимает здание И просто сейчас Обрубаются Два Суплай Лайкист Очень неожиданно И очень грамотно Конечно же Со стороны Бавзера Просто Мега грамотно Вы посмотрите Как он грамотно Всё распределил Здесь Суплай Отключен Здесь Суплай Отключен Ну пока Ещё не отключен Но Должен Ок Он вылавлив Он хочет выловить Его именно Лазер локами А ну С центра Можно добывать Находят Лайкист Молодец Хоть какой-то вариант Но от него В принципе В атаке Сейчас Также Казарма Не знаю Спасёт Не спасёт Уу Бавзера Уже есть Завод И плюс Бавзер опять Готовится Занять вышку Уже прибежал Заранее Рейнджер Но пока Захват ещё не вылучен Да Интересно Однако игра Сам Лайкист Пока без Завода Ну здесь Поболь Кстати Тремя Ракетчиками Да не Наверное не Выбиться Да не Выбиться Пушку И опять Дроп А это не Дроп Извиняйся Это уже Был Хаммер И отрубать Можно Экономику Да И отрубать Сейчас Просто Экономику Опять же Бавзер Лайкизу То есть Третий раз За эту Игру Да Какие Сейчас Лайкиз Какой Лайкиз Чувствует Напряг Со стороны Сво оппонента В прошлой Игре Он хотя бы Сам Как и Напрягал Тут Просто В одну Калитку Сейчас Бавзер Атакует Лайкизу И для него Ситуация Очень Плачевной Становится Да И здесь Ракетчики Там Ракетчики Везде Ракетчики Здесь Турель Блин Просто Окружил Сейчас Экономически Бавзер Лайкизу На своей же Бате Бавзер Вообще Без проблем Стрелил Ну вообще Лайкиз даже Никак Экономику Не тронул Конечно Минус Минус Причем Могущественный И Лайкиз Сдается Да Очень странно Скиловый Пацан Это кстати Брат Бойки Насколько я знаю Брат Бойки Учитель Бойки Вот Пока Проигрывает Дорогие друзья 2-0 Конечно Обидно Ну что Поступаем Подходим Точнее К третьей игре У нас Бо 7 До 4 побед Поэтому Для лайкиз Занесет Потеряно И заводим Каточку И у нас Ванильная Гла Бавзер И Гла Токс У нас Лайкиз Ну что Дорогие друзья Гла Мирор Одно из Моих Любимых Интересно Токс Против Ванилы Ну Если так Посудить На этой карте Все таки Мне кажется Ну Небольшое Преимущество У Токса Есть Его норочки Все таки Помощнее Будут Чем у Ваниль Глы И позиции Будут попроще Занимать Плюс Можно из домиков Сразу же Выселять Посмотрим Такое Небольшое Своё преимущество Реализует Сейчас Лайкиз Что Придумает Бавзер Бавзер хитрый Он уже Это показал Очень хитер Так Сейчас Секундочку А Все Да Ну что Друзья Слева Фланга Сразу От Бавзера Норочка По центру Норочка И справа Фланга Ну такие Норочки Дефные От Лайкиза Они его Более Агрессивные Но он Имеет право Сейчас Играть Более Агрессивно Потому что Он Токс А то Трапик Сейчас Сразу Засел В домик А у него Денег Понятно Плохо Плохо А вот Бавзер Нашел Денег На норочку Ну право Фланг Точно Сейчас Лайкиз Под себя Должен Замять С левого С левого Фланга В принципе Сейчас Как-то Бавзер Отдает И под Центр Тут Идет Война Засадил Нора Опять Рабика Посадил В домик Лайкиз И как-то Он Позиционно Сейчас Не очень Начал Круга Да Как бы Для себя Один фланг Отжал Но Сейчас С центра Левый Фланг Бавзер То Тут Можно Делать Экономическое Преимущество И Позиционно Конечно Нет Пошла Все-таки Норочка Я не знаю Бавзер Законтрит Не законтрит Его техничка Далеко Ко второй Техничке Вот только Сейчас Вышла вторая Техничка Успеть Не успеть Непонятно Ну что Будет подрыв Будет ли Минозавод Должен быть Я думаю Да А мог бы Вот сюда Высадить И тогда Было Минозавод И минус Суплай Ну как Тот Бавзер Попроще Сыграл Так Справа Флангу У нас Норочка Была Как-то Крактически Пробежали Ой Норочка Техничка И посмотрите Слева фланга Лакизу Удаётся Поставить Норочку И это значит Что Ух ты Какой Завод Интересно Это значит Что у Лакиза Реально Сейчас Шанс Взять Два фланга И получить Экономическое Преимущество Дорогие друзья Ему это Очень необходимо Правда Пока Он не может Спамить войска В отличие От Бавзера Смотрите Он уже Пошел Спаунской стороны Правда Здесь Не до конца До Арабики Здесь Цело Пять Арабиков И всё Норочка Бавзера Пропадает С лева фланга Справа Здесь Хорошие Норочки И занятие Позиции От Лакиза И опять По центру Пошла Техничка Двухлычковая Тут никаких Заводов Нет Подрывать Супплей А тут Вообще Ракичка В техничке Поэтому Подрывать Никто Ничего Не будет Уничтожение Норочки В принципе Тактически Хорошо Ой Ой Прятать Молодец Контрит Лакиз Тактически Хорошо Потому что Если будет Уничтожена Казарма Лакиз Не сможет Нигде Поставить Норочку И Позиционная Для него Игра На какой То момент Будет Немножко Прикрыта Так что Казарма Дорогие друзья Очень Очень Значимая Постройка Без Казарма Нельзя Строить Норочки И поэтому Сразу Лакиз Отстраивает И так Отстраивается Слева Фланга Не боится И Справа Фланга Супплей Тоже Три Супплей Три Супплей И Три Супплей Для себя Строит В центре Баузер То есть Нужно Сейчас Лакиз Слева Фланга Суплей Стоять Туда Будет Экономическое Преимущество Будет Достаточно Интересно Взглянуть И В принципе Реализовать Нужно Ну что Это злая Техничка Баузер Все катается И катается Ванильная Гла Все поразительничает Ну вы посмотрите У Токса Уже есть Скорбку С ракетами Да Опасно И кто Быстрее Придет В технологии Мне интересно Здесь Не проехать Здесь Хорошие Норочки Да Здесь Тоже Норочки Хорошие Как Грамот Лэйки Свои Норочки Расположил Что Дворец То будет Прям Вот так Дворец Помочить Чисто Оборона Было бы Интересно Посмотреть Ну Посмотрите У нас Ванильная Гла Чисто Центр Уже Забирает Себе Еще Одни Коробочки Можно Прихватить Тут Их конечно Не так Много Как На этих На флангах Да Тут Почти Коробки В два раза Больше Чем Здесь Пример Но Все Ж И Вышки Пока Нито Не забирает Хотя Потенциально Ну Уже Пошел Ксать Лэйки Нет Ну Захват Еще Не Выучил А Может Да Да Все Полностью Застраивает Понял Понял Бавзер Что С флангов С флангов Ему реально Будет Сложено Драться Сейчас За ресурсы И Решил Под себя Подмять Центр Хотя бы Здесь Эти Коробки Собирать Хоть Какую Хоть Как-то Уравновесить Так скажем Экономику Да Потому Что Скоро И слева Фланга На счет Я уверен Лайки Ставят Суплай Да И будет Сложно Завод Пока Один Ох Как Добрались За пузырки Ах Техничка Да Минус Была Или Что Ай Рабик Ты Техничка Получится Если бы Конечно Я не заметил Бавзер И вы посмотрите Все Правый фланг Начал Ломать Уже Лайки Так Тоже Скоро Пошел У нас Между прочим Бавзер Тракечка Много И Захват Вышек Все По крайней мере Одной Точно Пошел Захват Но Я не знаю Захват Не захватит Но По крайней мере Отступает У нас Ванильная Гла И Это Очень Хороший Плюс Для Токса Вы посмотрите Захватывает Вышечку Вторую Вышечку Тоже Нужно Захватывать Не Просыпать И Уже Как бы Здесь Суплай Четвертый Ну Стопроцентный Ну Не Стопроцентный Преимущество Имеет Токс Вот И Такой Знаете Перевес Весьма Ощутимый Если Сейчас Еще Вторая Вышка Занята Это Как Плюс Плюс Два По Суплаем Я Считаю Что Это Очень Весомо Да Такой Каточки В Глашном Противостоянии И Сразу Начинает Баузер Просто Да Баузер Начинает Бить Вышку И Лайкист Никак Ее Не Защищает Вот А что Он Делает И В центре Еще один Суплай Лепит Вы посмотрите Баузер Ну Да Сейчас В принципе 4 на 4 По Суплаем Интересно Одна Вышка Это Уже Не Такое Большое Преимущество Ух Как играет Баузер Да Решил Весь Центр Устан Почему Лайкист Допускает Как бы Суемые Ночек Это Пустой Тут Блин Он Надо Под Выдвинуть Норочку Стать Вот Как Вот Отпускать То Можно Сейчас Дворовая Просто Просто Как Во двор Как Себе Домой Будет Захарить Баузер Так И На Левый Фланг Выступает У нас Ванильный Угла Конечно Токс Должен Это Видеть И Должно Быть Чем Отбиваться Да У него Есть Чем Отбиваться Одни Скорп Пошли Таксиновые Как Хорошо Занял Посмотрите Баузер Домик Айяяй Минус Был Скорп Да Домик Реально Грамотно Занят Но До Седова Не Достает До Нурочки До Этой И До Вышечки По Седем Тоже Мешают У нас Сыграет Ванильная Глава Смотрите И Дворец Между прочим От Окса Рынки Уже Пошли Вторичная Экономика Пошла От Баузера И Есть Дворец Уже Баузера Интересно Перерезанно Сыграет В Рокет Баги Или Баттл Басы То Что Сыграет Как Застраивается Ну Все Жил Этис Точно Увидел Что В центре Есть Некие Проблемы Менят Между прочим Две Норочки Неплохо Идет Дальше Но Тут Еще Есть Опасные Норочки От Баузера И Хорошо Занятые Домики Поэтому Просто Не Сливать Лайкизу Как Сливать Так Войска Там Можно Домиков Блин Да И Сливают Очень Много Скорпов Сейчас Лайкиз Слева Фланга Ну Тут Совсем Все Уверенно Чувствуют Справа Фланга В принципе Тоже Вот Это Уже Интересно Другие Друзья Игра Плюс Пусть У Лайкиза Мирорная Юса Не очень Хорошо Получилось Но В Глаусе Чувствует Неплохо Да И Пошел Тоже Вторичную Экономику Все Верно Сейчас В принципе В технологиях Все Равно Оба Генералов Второй Завод Бо не мешал На самом деле Как О И Пошел Скаж Второму Постретил Лайкиз Как Можно Играть На Четыре Суплая Да И Не Меч Второй Завод По мне Это Дико Ох Ты И Опять же Хорошо Юзает Болин Постройки Посмотрите Как Хорошо Юзает Опять же Бабзер Постройки Опять Сколько На этом Лайкиз Сливает Вот У Бабзера Все Верно Два Завода И Пошел Кстати В Рокет Баги Построил Он Черный Рынок И Ждет Обгречес Плюс Еще Две Пушечки Для Рокет Баги Она Будет Помощнее Да Ну Вот Зато Выбрал Такую Технологию Лайкиз Супер Оружие Вот Будет Скат Шторм У нас Все Слева Фланга Выпад Есть Чем Защаться Лайкиз Пока Только Ракет Видим Да Ну И Их В принципе Здесь Хватает И Слева Фланга Выпад Небольшой Такой Ох Ты А тут Встречаются Прям Тут Выпад Задумал И Бо Взрыв Так Вот Встретились Интересно И Батлбасс И Рокет Баги Уже С Апгрейдом Рокет Баги Почему Не готовят Никаких Интересных Юнитов Лайкиз А ну Все Пошел Рокет Баги Пока Без Апгрейда Но Есть Рынок Где Я видел Рынок Вот Да И Второй Уже Струй И Поэтому Сейчас Должен Апгрейд На Рокет Баги Ну Что Будет Такая Война У нас Привычно Уже Для Затянутой Глашной Игры Рокет Баги Какой Хороший Красивый Скорб Трех Очковый Раскрапленный Ах И Выживает Посмотрите Батлбасс Ох Ты Как Активно Пошла У нас Ванильный Глав Во вторичную Экономику Да Но Сейчас Просто Бафзер Грамотно Растягивает Растягивает Локиза По флангам Везде Душит Везде Душит Еще Немножко Придушить Два Рокетчика Так живые Стоят Еще Немножко Придушить Бы в Центре И Локиза Вообще Будет Разорван Отчасти Но Пока Все Рано Токс Уверенно Держит Оборону С помощью Своих Норок Уже У самого Есть Рокет Баги Уже Тут Злые Басы А Есть Сразу Мигом Минус Была Рокет Баги Ну Здесь В принципе Осталось Собирать Не так Много 3600 И 600 Да И Опять Выпад Уже Сплит Такой Со Скорбами И Минус Савышечка Как-то Не очень Активен Лайки Сколько Ни денег Нет Особо Хотя Так Играет У 4К У Боб Бобзера Странно У Бобзера И Флуаз Бобзер Умудряется Как-то Атаковать Активнее Играть Такое ощущение Что больше Спамить Но он должен Больше Спамить Потому что Два Завода И Вторая Посмотрите Скатшторм Второй У нас Со стороны Токса И пошел Первый Скатшторм Со стороны Ванильная Игла То есть Заметил Бобзеру Что Пошел Спам Лайки И есть Батлбас Наконец Так И от Лайки Но Немножко Лайки Помедленнее Все Делает Бобзера Но Он Все Так Это Все Юз И Делает Запоздала Так Скажем Запоздала Технология Но Они Есть Это Самое Главное Джарм Гел Кстати Бобзера Болойца Все В центре Все Что Можешь У нас Собирал В принципе У нас Ванильный Глашник Но У него Уже Какое Развитие Вторичной Экономики Есть И Три Даже Три Три Будет У нас Скаж Шторм Ох Какую Ставку Лайки Сделал Но Как-то Вторичная Экономика Не Очень Заботится Много Очень Денег Сейчас По Пять Косарей Же Стоит Прикиньте 15 Косарей Да Так Такое Оружие А Вторичной Экономики Не Позаботился А У нас Бозер Наоборот Первый Скаж Шторм Но То Побольше Построил Вторичной Экономики И Второй Скаж Шторм Ну Все Друзья Эта Игра У нас Превращается Просто В ядерную В Токсиновую Да Будет Залп Ракетами Да Интересно Однако Посмотреть Как это Вот Выглядит И Четвертый Ох Твою Ж Дивизию Что Делает Лайки Все Деньги Сейчас Скаж Шторм Тратит Интересно Однако Интересно Бобзар Удивиться Когда Еще Так Драк Три Появится Вот Вторая Появилась Он Такой Ох Тщет Надо Что Делать С Этим И Тогда Я думаю Нужно Будет Принимать Решение Рвать Центр Потому Что Сейчас Скаж Шторм Находится В принципе На базе А Сюда Самый Близкий Путь Это С Ресурсов Нет Конечно Кто Больше Территорию Возьмет У того Будет Преимущество По территории Вроде Бровно Потому Что По флангам Лайки Зам Но Центр Это Очень Такое Опасно Потому Что Смотрите Как Центр Близок К базе Лайки Не Так Близок К базе Противника А Бобзар Прям Вот Просто Нураки Друг Друга Такая Передовая Прям Фронт Так Пытается Немножко Лайки На нервах Играть Бобзара Ну Я думаю Это Не так На него Действует Вот Он Ведет Свою Игру Он Сейчас Просто Снесет Нафиг Дворец Да Будет Снесен Дворец Он В центре Все таки Нет Боится В центре Все таки Очень Хороший Домик Занял Как Не крути Бобзар На него Прикрывают И Минус Друга Дворец Да И Два Батлбаза Выходят Был минус Корп Минус Рокетбаги И Джарни Килл Отрабатывает Потихонечку Отрабатывает И Минус Два Должен Батлбаза Да Не очень Тут хорошо Сыграло Посмотрите У нас По Скаж Штормам 4-2 В пользу Лайкиза А по ВСК Как бы В пользу Все идет С ПК Бавзара Ха Интересно Дадут ли Какой-то Переломный Скаж Шторм Или нет Потому что Первый час Уже будет готов Будет ли тянуть резину Или сразу Лайкиз Начнет их выпускать Стараться Стратегически Правильно Выпустить Может быть По рынкам Бить Пусть ВСК Ловить Тут Ну мне кажется Бесполезно Это сложно Сделать Хотя Если они Вот так Будут рядом На своей же Базе То можно Поймать Потому что Тут за ракетами Так далеко Лететь Это какая Из них Крайняя Какая-то Должна Ракеты Должны Работ Поднимаются Все Ракеты Пошло И куда Интересно Смотрим 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 Куда Пошло Не очень Понятно Во Прямо В центре Базы Ох Ты Еще С апгрейдами Как Красиво Все Суплай Ненужный Минус И Минус Завод Мог Второй Кстати Забрать Возможно Хотел Два Завода Минус Ануть Это Так Хоть Какой-то Спам Прекратился Б от Бавзера Но Бавзер Все Уже Он Наглеет Посмотрите Прет В Так Здесь Заходит Скорб Одинокий Потеря Но Не знаю Зря Лакис Одиночный Теряет Скопил Букучку Все Так Скоро Будет Пятый Ранг Можно Делать Внезапные Атаки Так Пачка Скорб Вылез Сразу Можно Столько Зданий Хороших Забрать Среди Даже Нет Такое Было Ощущение Что Как будто Застылся На казарму Но Это Не Стелс Играет В конце Концов И Команд Центр Со Стороны Бабзера Уже Лакис Команд Центр Не Ставят Да А нет Извиняюсь Есть Команд Центр Ребля Он Должен Хороший У Токса Ловить Теже Рокет Баг Ну А Останавливается Суплай Да Ну Взто Вторичка Конечно Сейчас Бабзер Куда Круче Чем Лакиса И В центре Терроризирует Он Своего Опонента Куда К нам Глор Рабик Сейчас Нарабут Отстраиваться Тут Везде Забирать Скоро Можно Забирать Рокет Баги Да Такие Сейчас Есть Цель И Сейчас Можно Потерять Один Скаж Торм Будет Не Будет Потерян Лакиса У него Сейчас Вроде Был Скаж Торм Уже Должен Через 25 Секунд Запуститься Если Не Ошибаясь Поэтому Терять Его Конечно Так Идет Баттлбасс Отвлекает Принимает На себя Хоть Какой-то Удар Да Чтобы Не Приним Ой Как Хорошо Сделал Сейчас Лайки Вы Посмотрите А он Занял Этот Домик Очень Грамотный И Сейчас Можно Освободиться От этих Двух Злых Норок Одна Уже Минус Зачем Ты Биешь В здание Ты Би В норку Господи Боже Мой А Савчик И Готов Готов Вот Она Пятый Ранг Друзья Скрыта Нора Быстрее Запускай Быстрее Запускай Сейчас В расход Пойдет Все Боже Лайки Быстрее Запускай Шторм Два Шторма Готова Интересно Однако Куда На расследование Да не Нораследование Здесь Терапечка Можно Заработать А Куда Ага И По Экономике И Еще По Пускай Шторм Нораск Шторм Конец Сейчас В этом Место Пойдет Какой Скаж Шторм Готов У Самого Бозера Да Минус Скаж Шторм И Остается Бозер Один Прот Четырых Ага Не Очень Так Круто Но Он Переспав Лайки Зачас Один Косяк Почему Тво Постоянно Бозер Переспав Лайки Сыграет Ну Тут Есть Второй Завод Ладом Он Такой Поздний Получился И Пятый Ранг Лайки За В принципе Здесь Большого Смысла Не было Да Токсинки Спускать Свои Тоже И добывать Нечего Да И Войск Каких Нет Эта Норочка Даже Никак Вот Сюда Вот Вот Сюда Вот Надо Было Спускать Токсин Токсинки Пацаны Полетели Ах И Минус Один Был Уже Да Вот Минус Один Скат Шторм Был Но Он Свою Разочек Отработал И Скрытая Атака Посмотрите От Лайки За Но Из нее Ничего Вылезать Не Будет Так И Пошел Скат Шторм От Баузера Куда Ну А Какой Из них Должен пулять Успеть Успеет Ах Каленый Куда Сюда Неужели Да Ну Не И Пошел Контр Выстретят Лайки За Интересно Квас Скат Шторм Дарит Ах Справа Фланга Ну Минус Рынок Все Каманик Зарез Выживает И Потихонечку Потихонечку Полигонечку Начинает Квас Искать Какие-то Ответные Действия Хотя На его Базе На его Мэне Уже Все Очень Плохо Еще Один Скат Шторм Уничтожается Да Все Таки Конечно Бавзер Переспамил Вообще Конкретно Лайкиза В этой Игре Хотя Экономически Лайкиза Нифига Не Проигрывал Вот Но Когда Бавзер Пошел Спамить Экономику Ну Лайкиз Очень Много Денег Скат Шторм Потратил Ставил На них Ставку Но Они Не Особо Его На самом Спас Сейчас Ситуация У нее Просто Ужасная На базе Я Опять Пошел Запуск Скат Шторма Уже Скат Шторма 1 1 А куда Запуск Ага Минус Дворец Ну И Каманик До Бирлоги Ну Слушайте Сейчас По крайней Мере Бавзер Технологии Лишился С фланга Вот Блин Если Был Лайкиз Спамил Рынки Да У него Хоть Какая Экономика Была Вот Так Ни Нихрена Нету И Даже Не Остается Его Скат Штормов Да Друзья Печально Но Это Кстати Два Завода Так Расположены Рядом Что Сейчас Их Реально Просто Блокируют Посмотрите Лайкиз Снести Два Завода И Спамить Ничего Не Сможем Нет Тут Очень Много Рокет Баги Пришли На помощь Своей Базе Не Зай Мы Сейчас Лайкиз На Кэш Баунте Что-то Срубить 2500 Есть От Его Базы Уже Отстали Но Спама Никакого К сожалению Да Еще Одно Сей Туннеле Скрыта Атака От Лайкиз Ну Вообще В никуда В пустоту Все Справляется Полностью База На своей Базе У него Конечно Не так Опасно Было Лайкиз Такое ощущение Что Лайкиз Еще Отошел Сейчас И Просто Пошел Чаек Все Наливать Не знаю Чем Он Ждет Деньги Не добывается У него Всего Два Рынка Другие Друзья И Пытается Сейчас Скорпов Спамит Не Зная Сам Ли Он Хоть Надеется На Победу Кстати Зачем Ставят Кабман Центр Бавзер Он Че Не Заметил Что У него Этот Не До Конца Разрушен Да Интересно И Кстати Я Пропустил Лайкиз Уничтожил Один Скажет Шторм Бавзера 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 Два Их Была Сейчас Только Один Активен Сейчас То есть У Бавзера Везде В Экономике Преимущества В Сках Преимущества Супер Оружие Преимущества Я Даже Не знаю Какое Преимущество Сейчас Может быть Лайкиз Преимущество По Чаепитию Попробовал А И сдается Только Тескать Попробовал Злую Толпу Ну Что Другие Друзья Это Уже 3-0 От Бавзера Блин Очень Мощно Он Конечно Давит Лайкиз Но Хотя Можно И Поспорить Потому Что Эта Игра Реально Была Очень Интересно Мне Понравилось Что Ж Я Надеюсь Лайкиз Все Возьмет В Руки Нужен Нам Камбэк Мы Требуем А Лайкиз Будет У нас Играть За Ваниль Нагла Вот Так Ну Что Друзья Сможет Лайкиз Все Так Первую Каточку Для себя Взять Но Опять Сейчас В принципе Бовзер Играет Очень Сильно Да И Небольшое Преимущество У него Есть В В Токса Посмотрим Сможет Лайкиз Ну Может Лайкиз Также Сыграть Как Бовзер В той Игре Просто Занять Наглую Центр Ну Слушайте Бовзером Везде Лезет И фланги И уже Центр Да Вот Если бы Лайкиз В той Игре Не дала Бовзеру Занять Центр То Возможно Бовзер И выиграл Вот 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 Бовзер Просто Спас Центр Скажем Так Вот Ну И фланги Сейчас Берет Сколько Норок Пять Норок И все В центре На базе Ни одной Нет Вот Шестая Появляется То есть Запоздала бы Завод Сразу Завод Не строит Ну Грамотно Играет Кстати Бовзер Да Он сейчас Просто Все Дыхательные Пути Перекроет Лайкизу И все И он что Рассчитывать Пробегает Один Наглый Рабик Я думаю Бовзер Увидел Контрить Нужно У Бовзера Денег Ну да Просто Сейчас На завод Денег Нету Да Ему В принципе Он Так Заложен Так Нужно Занимает Хорошие Постройки Так А и Теряется Техничка Норки Свои Отыгрывают Да Хорошо Очень Сейчас Позиционка Конечно Бовзер Играл Чтобы Ловить Рабика Мне нравится Какому Сделал Не обязательно Да Мчаться К заводу Когда Можно Просто Занять Нужные Позиции И Лайкиз Просто Не будет Знать Что делать А сейчас Так И происходит Ну Лайкиз Полностью Только Прижатый К базе Одна Выдвинутая Норочка И Лайкиз Сдается Ну Видать У пацана Вообще Нервы Не выдержали Ну Что Красавчик Бовзер Что Скажешь 4 0 Дорогие Друзья Выиграл Достаточно Скил Оппонента Ну Напомню Что Лайкиз В принципе Сейчас Практика У него Не так Активно То есть Не так Активно Он играет И Креативней Бовзер Играл Как-то Больше Руки Наработаны Играл Поточнее Чем Лайкиз И Собственно Счет На табло Друзья Ну Что Обязательно Оставляйте Свои мнения Комментарии Ставьте Лайки Друзья И Подписывайтесь На канал А я С вами Не Прощаюсь